Кино, как будто склеены мы скотчем, и другого не дано. Прижимай на плей, скорей, пусть любовь играет, а ты теперь. Прижимай меня к своим рукам, я тебя, тебя никому не отдам. А все, ты в эфире. Вау, как мне нравится эта песня. Ура, мы закончили, на самом деле это был финальный дубль. Класс, а люди слышали гармонию? Да, нет, гармонию не слышали, слышали, как ты поешь. Правда? Да, да. Давайте, пожалуйста, мне благодарствуем. Так, вот моя любимая масочка сейчас, вот эта вот. Вот так вот, давай сядем, так вот, ты садись на свое рабочее место. Что ж, с бокалом, ну, без бокала нет вокала, правда, пела только Катя. Да, да, я прям получаю такое удовольствие, если честно, пока записываю песни. Творчество настолько меня, настолько меня приводит в состояние счастья. Друзья, привет, скажите, пожалуйста, как слышно. Еще, походу, волосы ее приводят в состояние счастья, потому что она их все время трогает. Да, да, они вкусно пахнут. Вкусно пахнут? Да. Дай понюхать. Ебать. Да, вкусно пахнут. Наконец-то я более-менее нормально их, вроде бы, сегодня уложила. Всем привет, всем привет, скажите, скажите, как, вы слышали песню? Или ничего не слышали? Обещала вам выйти в эфир, хотела показать процесс, но настолько он нас затянул, этот процесс. Маша, ты что, кореш? Маша, ты что, кореш? Настолько нас затянул процесс, что мы уже взяли, вот все записали, финальный кадр, финальную дорожку. Привет, Катя, это твой мужчина? Нет, я ее продюсер. Да, это не мой мужчина, поэтому... Я точно продюсер. Вы точно продюсер? Ну, ты в пижаме пришла, но, конечно, я продюсер. Саша, кстати, извините, перебила, Саша, кстати, пишет музыку, и уже сколько у тебя лет стажа выступления на сцене? Ну, уже, наверное, лет 17. Представляете, лет 17. Четыре альбома, и если вы их не слышали, это не знаете, что они не популярны, потому что... Почему? Потому что я пишу музыку для кучи артистов, имена не буду называть, потому что я не люблю пиариться за чужой счет. Ой, да ладно. Ну, да, кстати, песня «Ты мои сны» — это Сашина песня, да? Да. Дальше, что у нас еще с тобой? Параллельно. Параллельно. Да, пара-параллельно. Ой. Осильно. Наши меры. Осильно. Осильно. Красивая. Мы с Сашей познакомились, кстати, у Луизы, да, на тусовке? Да, на тусовке. Зубы я пришел вставлять. Просто потерял все зубы, и в итоге потом мне инопланетяне вернули. Украли у Кати Лиля, отдали мне. У Кати Лиль? Да, у нее же зубы украли инопланетяне. Правда? Это же сейчас было у нее целые несколько лет. Она говорит, рассказывает о том, что у нее зубы сперли. Это же шутка, наверное, да? Конечно, нет. Ой, какие у меня кучеряшки. Ну вот, и с Сашей, на самом деле, если честно вам признаться, мы записали уже давным-давно песню, просто последнюю дорожку сейчас дописывали, потому что мы сто лет не виделись, мы знакомы давно, и обсуждались. Они знакомы давно, но просто не суждено. Лежит на полке говно. Лежит говно. То есть, эти... Открой пошире окно. Окно, да, вот тоже можно. Открой пошире окно. А то тут душно так стало. Да, надо включить освежитель. Да, я шучу, знаешь, как говорят, бывает, когда скучный разговор. Я просто тебе скажу, что ты так красиво пела, что я аж пукнула от удовольствия. Саш. Ну, а что? Тогда скучно. Ты хотела висеть эфир веселый? Вот тебе веселье, я сейчас добавлю. Так, а что? А нормально пела? Нормально? Ты классно спела, на самом деле, очень круто получилось. И я думаю, что через недельки-две мы услышим... Немножечко мы выложим в сторис. Ой, 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 да посмотрите на эту... Посмотрите на эту прелесть. Ой, какая хорошая киска. Очень хорошенькая кисочка. Вот, хотела поделиться с вами своей радостью, что наконец-то я возвращаюсь в творчество. И вот одна из причин, почему я очень хочу переехать в Москву, это Саша. Потому что этот человек в Москве. Да, и ты наконец-то тоже будешь в Москве. Потому что я устал ждать, когда ты прилетишь из Питера. Это ожидание длилось месяцами. Мы одну песню записали года два назад. И вот второй год я наконец-то уговорил. Я прислал демку, Кате понравилось. На самом деле он прислал две демки. Они такие прям в сок классные. Но просто пока я собралась, одну уже вообще забрали. Одну купили я просто забрали. А я любимый мотиватор моего творчества, это деньги. Я думала, ты скажешь, Катя, уже готова была вобрать. Нет, Катя вдохновитель, это другая история. На самом деле мотиватор деньги, это очень классно, что ты проговорил. Потому что мало ли кто-то пытается еще сделать вид, что это не так. Нет, это все так. Если вы хотите чего-то, чего-то достичь. Помните про то, что в результате вашего достижения вы заработаете денежку. И это как бы должно вас мотивировать очень сильно. Саша, я хочу тебе сказать, что у тебя очень красивенький микрофончик. И смотрите, у Саши еще классная картина такая. Кстати, она такая мне как-то многообещающая. Бешочек с деньгами. Это, кстати, рисовала девочка, они близняшки. Кажется, я знаю. Подожди, они такие русенькие, да? Да, они такие Кристина и вот сестру, не знаю, как зовут, но я с Крис очень дружу. И она мне подарила эту картину. А я когда-то их рекламировала, да, не знаешь? А, наверное, рекламировала. Мне рисовали такой, когда-то давно еще блондинка была. Она в меня ластится. Мне кажется, ты на совеночка похожа. У тебя глазки зелененькие, смотрите. Вот как красотка. Вот сразу видно, хозяева любят. Такая полненькая, подзвоночник не чувствуется. Ластится. Вот, видите, как миленько. Линяет, да, твоя подруга? Ой, слава богу, я не знаю. Ну, чуть-чуть, нет. Хочешь, Лёд, у неё прошло уже самое активное. Ну, самая активная линька прошла уже. Но я её вычесываю. У меня есть очень крутой гаджет, кстати. Так-так-так. Для всех, кто страдает от линки котов, я рекомендую вот такую вот штуку. Ой, как она ластится. Вот такая вот штука. Вот такая вот штука. Ой, класс. Ой. Она еще выдает холодный пар, чтобы вашему питомцу было очень круто во время штуки. А можно, можно потрогать? Да. А, это просто такая... Она очень мягкая, да. И она так немножко увлажняет, увлажняет, увлажняет. Какой ты заботливый. Ой. А, то есть им, а котику приятно, что ему мокренько? Да, приятно. Да. Такая, конечно, она у тебя. Да. Такая, Заш, хватит, говорится. Вредные привычки нельзя, а то еще заблокируют эфир. Да, не подсказывай. Саш, правда говорят, что ты ведешь классные мероприятия? Мероприятия, да, веду. Все классные, только ты. Ну, на самом деле это правда, потому что я не стыжусь, я тебе скажу честно, я не стыжусь сказать о том, что мне, во-первых, нравится дарить людям позитив, эмоции. А что стыдиться-то, наоборот, гордиться. Не каждый вообще это возьмет и проведет. Я тебе скажу, что у меня есть комплекс. Я стыжусь сказать, что я охрененно умею вести мероприятия. Я умею классно заводить танцпол, как диджей. Я умею писать песни, но моя скромность, да, вот если бы не ты, да, и нелегкий бокал Просека. Просека. То не выдавить из тебя эти слова. Не выдавить из меня эти слова, я бы никогда в жизни этого не сказал, потому что, мне кажется, моя скромность и вот это вот... Много людей на самом деле страдают вот этим моментом, что они могут проговорить своих... Я страдаю, я скажу честно, что я страдаю, потому что качественная публика, во-первых, она сама по себе приходит, и ты от этого... От того, что ты расскажешь, да, они подумают, что это неправда, неправильно, или ты зажрался, или еще что-то, что ты сильно... Опять же, это твои убеждения, что они подумают. Да, это мои тупые убеждения. Вот такие вот у меня странные... Странное восприятие, наверное, по области. Ребят, напишите, девочки, напишите, пожалуйста, вопросики, какие у вас есть. Во-первых, у меня к вам вопрос. Хотели бы, чтобы Саша был моим парнем? Первый вопрос. Второй вопрос. Второй вопрос, ваш вопрос. Спасибо. Заметил, у меня нет капсул. У меня, кстати, есть гаджет. О, все, мне кажется, ты уже практически соблазнил, заселил. И, кстати, это квартира Сашина. Извини, что я продала. Ничего, но я ее не продаю, если что. Да, я продаю. Да, а квартира в Питере продается. Вот мне нравится у Кати ремонт. Я завидую ее дверям, потому что мои двери мне не нравятся. Я купил себе дешманские двери, из которых отвалились и ручки. Ребята, не экономьте на дверях. Не экономьте на ремонте. Спасибо большое, что ты похвалил на ремонте. А я сэкономил на ремонте. Мне стыдно, что ты сейчас показываешь мои ужасные двери, потому что они реально кошмарные. Саш, по-любому двери никто не увидел, честно. Я восхищаюсь тем, что у тебя тут аккуратненько. Ну так вот, что ты закопался в эти какие-то негативные моменты. Давай почитаем вопросики. Давай. Мне нужно будет потом убежать. Конечно, были вопросики. Сейчас вот я. Привет, восхищаюсь тобой твоим смыслом жизни. Хотела прочитать маслом жизни. Так, у тебя тоже сын 5 лет. А, у меня тоже сын 5 лет. Привет из сибирского города Новосибирск. А, это не совсем вопрос, это просто смс. Ну это, слушай, это прекрасное восхищение. Спасибо огромное. Это то, что мы говорим о твоей энергии, о твоем материнстве. Да. Пиши, что да, он вроде хороший пишет. Он вроде хороший, да. Спасибо большое. Спасибо большое. А про материста, да? Тебе кажется, что я хорошая мать? Я абсолютно уверен, что ты хорошая мать, потому что, во-первых, ты уже ребенка приучаешь к социальным сетям и к будущему, которые он может построить себе сам с помощью информации, которую он будет трансировать. То есть, ты воспитываешь ребенка так, чтобы у него была, во-первых, свобода выбора, во-вторых, он мог двигаться и показывать свои внутренние эмоции и не стыдиться их. Это нормально. То есть, ты умеешь это делать, да? То есть, ты показываешь его таким, какой он есть. И люди это воспринимают, людям это, наверное, близко. Мне очень приятно. Нет, ты сильная мать. Ну кто там пердит концерт? Шучу. Ты сильная мать. Это круто. Сильными, смелыми. Были мы любимыми, такими милыми. Да, сильными. Сильная, тебя забыла я. Сильная, без тебя. Такая сильная, смелая. Не тонально стиха. А я помню. Да и ладно, не заметили даже, что не тонально. Могу, да, могу. Ложенуть. Да, по-вашему сыну видно, что вы хорошая мама. Спасибо большое, это очень приятно. Ты будешь крестной ребенку Тиграна. Шушу, блядь. Что с людьми? Тигран. Помнишь, что такое Тигран? Да, я уже забыл. Это Юлин бывший муж. Точно, да. Спасибо, что напомнила, а то я забыл. Вы что, прикалываете, что ли? И когда Юлин инстаграм, он другой. Мы здесь за творчество топим вообще-то. Мы говорим о том, что Катя возвращается и возвращается как певица на Олимп. Так что мне кажется... Смотри, у меня микрофон даже из головы торчит. Да. Видишь, все сходится. Вот видишь, у всех с ним, а у тебя микрофон. Саша, я хочу тебя поблагодарить, потому что вот я когда приезжаю к Саше, на самом деле, я не сковываюсь, чувствую себя очень, знаешь, талантливой, почему-то ты как-то даришь мне крылья, подчеркиваешь мои какие-то хорошие. Ну, я тебе скажу, ты и так талантливая, а то, что тебе комфортно работать с человеком, который... Это все потому, что ты налил алкоголь, да? Да, суча? Я не пью, я не пью. Ты налил себе, давай, твое здоровье, Бог. У всех, кого вечерочек сегодня задался, присоединяйтесь. Да, прибухиваю, да, я могу. А что, сегодня суббота. Сегодня суббота. Кошка, вон, не линяет, повод выпить. У кошки есть кайфовый гаджет. Да. Так, сколько стоит песню записать? Можно приехать? О, выходите сейчас, берите тогда Prosecco. Бэк-вокал пишет Катя, это обязательно. Кстати, если хотите, замутим такую тему, что я Бэки буду пропитывать, да? Слушайте, давайте сделаем просто. Мы объявим некий, наверное, конкурс, вот. Давай, думай, ты у тебя лучше получаешь. Я, короче, напишу песню. Если кому-то эта песня понравится, и он ее захочет купить, то мы сделаем очень круто. Мы сделаем так, чтобы Катя прописала в этой песне бэк-вокал. Бесплатно. Бесплатно, мне вообще не жалко. Я настолько вас люблю, вот мои подписчики. Я вот с Сашей тоже рассказывала, что когда-то был период, когда у меня подписчики были, ну, такие, которые меня там ругали, говорили мне гадости на старых страницах. И я иной раз чувствовала себя воюющей с аудиторией. А сейчас я чувствую себя в любимом таком, знаете, в маслечке катаюсь. Потому что у меня собралась, Саша, ты знаешь, мои страницы постоянно удаляются, я переживаю сильнейшие репрессии. Это третья страница, и тут собрались только те люди, которые... Заметьте, третья страница, наконец-то, с синей галочкой. Да, когда ее уже просто можно купить. А, можно? Да, они просто, мы предлагаем вам купить. А тебе было такое, да? Мне отказывали раньше в синей галке. А мне все время отказывают, хотя и я, понимаете, и Бузовый ремикс написала, и Колесниченко у меня запела, там, понимаете, все запели вокруг, да, а мне галочку так и не дали. И даже купить не было. А это знаешь почему? Это потому что твой диаметр не соответствует... Шучу. Я пойду проверю, ладно? Это для волоса у тебя было. Дело в том, что галочку, Саш, не дают, потому что если у тебя в паспорте одна фамилия, а его никнейм другой. Я менял, и все равно не дали. Ну, они там, мне тоже не дали, мне тоже не дали, потому что у меня то Капелюш была, то потом Солодовникова. Для того, чтобы дали галочку, мне осталось... Вот это вот Капелюш, конечно, это вообще интересная фамилия, мне нравилось. Она белорусская, кстати. Да, я знаю, уже Капелюш. Капелюш. Это же шляпа, если кто не знает белорусский язык, то... Если кто не знает, что это шляпа, то когда в жизни что-то не так, тоже, в принципе, можно сказать Капелюш. Капелюш с собой. С нами случился Капелюш. Так вот... Сейчас справа у Капелюши все дела в шляпе. То есть, как это вот... Смотри, мне очень нужно записать песню. Сюрприз для мужа готовлю. Велкам. Офигенный сюрприз. Можете писать, напишем классную, крутую песню. Кстати, Катя как-то обратилась ко мне с конкретным запросом. Мы делали песню по ее запросу. Вот. Это вот... Это просто песня была. Ты хочешь сказать про этот факап мой? Я, короче, хотела... Помните, был парень, который... О, факап. Возможно, изменится. В итоге, Катюка, от перепева осталась... Саша, вот это выкидываем, вот это тоже нафиг выкидываем. Зачем столько слов? Вот это выкидываем. Получилась классная такая песня. Получилась легкая, классная песня. Вкусная. И мне лично очень нравится, что мы можем прикоснуться к совместному творчеству даже через твои запросы. Это очень круто, когда у тебя есть запрос, и мы его реализовываем. Да, и классно вообще... Сегодня мы не реализовывали. Не реализовывали. Реализовывали. Что-то ужасное за слово. Официант, подлейте. Официант, подлейте. Не реализовывали Катин запрос. Мы просто записали песню, которую я написала, которая ей понравилась просто, потому что она ей понравилась. Сегодня то, что я пела, это вот Сашина песня, но просто когда он мне ее показал, я в нее влюбилась. Я в нее вкладываю, знаете, на нее какие надежды. Мне кажется, она в готовом виде будет провоцировать женщин на вот эту кокетливую, легкую женскую энергию. Я прямо в ней помню. О том, что в твоей мысли растает некий посыл для людей, и, возможно, эта песня станет гимном твоих будущих проектов, проектов в голове у Кати много. На самом деле за кадром очень много чего происходило. Мы и разговаривали, и писали песни, и снова разговаривали, и снова писали песни. Вот, проектов очень много. И даже занимались тут не пойми чем, вон у Саши. На виброплатформе. На виброплатформе. Волосы растут, да, кстати, густые, я потрогаю. Свои, нету капсул. Раньше были капсулы, а теперь нет. Да, я вот недавно как раз... Теперь она по бартеру не ходит к волосякам вот этим вот... Не, я их люблю, я потом пойду. Я знаешь, какие хочу? Я хочу себе волнистые, длинные. Ах ты, боже мой. Да, я неугомонная женщина в этом плане. Как грациозная лань. Я хочу быть как девушка Винсенса Касселина. Девушка этого, как его, Посейдона, да, или у кого там еще прическа такая была. Русалка типа? С тригубцем, о, с трезубцем. С тригубцем. Так, да, я только зашла, простите, я только зашла, увидела Екатерину, и все потерялось. Катя поет офигенно. Голос без автотюна. Не то, что у некоторых. А, спасибо большое. Не то, что у некоторых, я согласен с этим. Если бы Катя пела плохо, она бы тут не сидела. И тем более в эфире это не показало. Вообще бы не показало, да. Нам не стыдно. Нам не стыдно ни за вокал, ни за песни. Потому что я пишу от души, Катя поет от души. И все это в коллабе создает невероятный вайп. И мы сегодня пели... У меня записана песня, демка была совсем другая. Катя добавила вот эту вкусность, она умеет чувствовать. Я, во-первых, и не просто так, как мы с училища, 4 года отпахала. Вообще, так как музыкант. Здесь еще надо в актрисе податься, и все будет. Ой, спасибо большое, тут как раз писали. Твое, свое, твое. Если кто-то писал, поддерживаю. Знаешь, как приятненько писали. Если ты не против, я сейчас найду, почитаю. Такое приятненько было. Так, Александр, дайте слово Екатерине. Что за слово дайте? А ну-ка, давайте вы, давайте. Дайте слово, Катя, это слово, вот я тебе даю. Спасибо. Да, все, все. Какой-то в Майнкрафте. Да, все, съела слово, все. Окей, Пакман. Просит, да, Пакман. Катя Пакман так и назовел. Так, просит еще раз петь. Нет, друзья, петь еще раз не будем. Показали кусочек в начале, эфир сохранится. И я думаю, что если сохранится. Если Катя так решит. Сохранится, конечно же. Я очень хотела. Я всегда сохраняю. Конечно, конечно. Вот, в итоге мы обязательно покажем. Хочу трогательную песню про маму. Саша, тексты, кстати, пишет вот так вот. Просто чик-чик-чик-чпоньк. Вот так на ходу. Я смотрю, думаю, матерь божья. Успевайте только записывать. Можно красивую трогательную песню, да. Пишите, пишите в личку. Катя там наверняка оставит, наверное, мою ссылочку. Оставлю твою ссылочку, да. По-братски оставь. Как ты общаешься с первым мужем? Конечно, вот и у него вчера день рождения было, я выкладывала, который капельюшек. Катя, пожалуйста, такой я был. Вот между первым и вторым. Перерывчик небольшой. Ты между первым и вторым муж. Да, я творческий муж. Говорят, у нас с тобой дети уже, да? Конечно, даже двое. Ты че? Мы не узакланивали просто наши с тобой отношения? Нет, у нас просто само собой, да. Я творческий муж. Она мне изменяла, кстати, с каким-то непонятными людьми в Питере. Прощения. Ты смотри, там много лишнего. Не болтни, не взболтни, а то придется потом дальше. Грубо, да, сказала? Да. Ты испугалась? Нет, конечно, я уже боюсь. Я уже сикнул от страха. Да. Вот, пойду подгузник поменяю. Кому? Мне? Мне. Смотри, пишут. Катюша, нужно снова сниматься в кино. Ты реально актриса, крутая. И еще желаю тебе любви, настоящей взаимности. Спасибо-чки огромное. Большое. Большое спасибо. У меня устала рука уже. Про себя, про знакомые слова до боли. Ой, я налажала, простите. Все, что ты мне ночью говорил. Говорил. Все спели хором. Говорил. Галя говорил. Галя говорил. Да. А Галя говорили? Да, да. Галя, Халя, Галя. Неплохо спела этот, который, скажи мне, как он называется. Мелизм. Мелизм, да. Это важно. Ой, господи, я без маски. Тебе не смущает, что на тебя чуть-чуть приклеилась масочка? Нет, ну уже, я уже привык к тому, что мое лицо с мейкапом. Я, кстати, не побрился. Мы заметили. Без вас лет назад. Не поверишь, это видно. Да, я думаю, это понятно. Не, нормально у тебя такая брутальная борода. Да, да, она есть такая. Катя не хочет на проект Голос. Катя не хочет на проект Голос. Она без проекта Голос, по-моему, прекрасная. Кто там Аксюта же, да? До сих пор? Да, по-моему, да, Аксюта. Аксюта когда-то давным-давно, в одиннадцатом году, назвал меня Бездарью. Я же туда приходила, просто неподготовлено пришла, знаешь? Да, и эта Бездарь покорила хит-парады в 2017 году. Я так хочу напомнить немножечко. Покорила плейлисты. И вообще, в принципе, много чего происходило. У нас сделали ремиксы диджеи, простите, у которых 7 миллионов прослушиваний в Яндексе. Все, мне больше нечего сказать, потому что это было круто, и это еще раз будет круто. Еще много раз будет круто. Какие-то вопросы, может быть, есть к Саше, потому что мне уже надо будет скоро бежать. Вопросики. Если кто не успел задать вопросы, или мне, например, что бы вы еще хотели увидеть, можете писать либо под эфиром, уже когда я его сохраню. Вот моя девочка добавилась в Корее. Корее косметика. Корейская косметика, в смысле, да? Да. Это просто рекламировала, да, я видел. Там продаются похудительные таблитосики. Да? Да. О чем мне надо? Нет, нет, ты в отличной форме. Знаешь, это как жевательная резинка, когда предлагают, такое ощущение, что тебе надо. Типа мягко намекают на то, что закрой свою мяколку и пожой, пожой для удовольствия. Так, ну что же, друзья, у меня нет сейчас счета времени, чтобы понять, сколько у нас идет эфир. Ты не засекал случайно? Минут 10. Минут 10? Да, реально. Нет, мне кажется, больше. У меня рука болит уже так, как будто мы на полчаса. Ну, да, 10 минут. 10 минут? Это всего? Ничего страшного. Саша. Слушай, короткие эфиры. Это все на что? На что, что я способен. 10 минут? Я творческий муж. 10 минут? Я способен на много, потому что мы уже пишем третий час, если что. Катя, тебя... Скок, 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 скок там эфир. Кокусики! Му-му! У нас сегодня просто творческая тусовка. Здесь собирается... Да, и некоторые люди за кадром. Да, за кадром мы не показываем. Да, не показывают. Интрига должна быть интрижкой. Да, есть вопросики, друзья. Ну, что же вы такие молчаливые? Мы такие разговорчивые, а вы такие все... Видимо, слушай, знаешь, почему люди не задают вопросы? Почему? Потому что им и так интересно. Мы с тобой отвечаем, мы с тобой ведем диалог, и нам не надо задавать вопросы. Причем, мы можем с тобой заниматься любым делом, и люди будут просто смотреть. Да, 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 и люди будут просто смотреть. Мне кажется, это людям гораздо интереснее. Пошли по-моему посуду. Да, шутчу, Ила. У меня посудомойка. Я не заставлю девушку мыть посуду, в смысле. Так. Ты более творческую жену, куда ее мыть? А туалетную бумагу тебе заказать? Да, закажи. Я тебе дал ладу. Не первый раз приезжаю к Саше в гости, почему-то всегда нет туалетной бумаги. Да, она заканчивается на тебе. Я привезла Саше сегодня вкусняшки, не буду, ладно, их показывать, потому что их уже съели. Слушай, у меня есть. В следующий раз я приеду к тебе с рулонами туалетом. Вот тебе, Регина, деликейт. Ну, наконец-то, наконец-то. А то захожу, знаете, в уборную, там, после этого рабочего периода, а там одни влажные салфетки спиртовые. Дезинфицирующие. Да. Они, знаешь, я за здоровье. Вот, чтобы дезинфекция была везде, чтобы все было... Здоровое здоровье. Дезинфицировано. Это важно. Знаете, мы в 2020 году ковид пережили. У меня после этого случился вот этот экзистенциальный кризис по поводу того, что все должно быть без бактерий. Ой, такие умные слова, знаешь, Саша? У меня психоз. Какая-катя, что там, что там, что там? А Катюха, прям... Прямо украиночка. Ну, что поробить? Что поробишь? Катя, вы очень красиво видела вас вчера. Вчера. А где вы видели Катю? Красивую Катю. Мне просто интересно. Это вообще существует? Я вчера... Просто мне даже интересно, что Катю можно видеть некрасивую. А что я вчера? А-а-а! О май хот! О май хот! Я вчера была в салоне красоты, а перед этим я сдавала анализ ВИЧ. Ох, ты же мой. Забирала ВИЧ с паспорта. Може, може мой. Да, я слежу за своим здоровьем, и раз в полгода я всегда на всякий пожарный. Это нормально. Да. Имейте ввиду, сдавать анализы – это хорошо. Правда, главное не превратить это всё в маниакальную историю и не сдавать анализы каждый день. Не превратить это всё, чтобы не было дома много баночек с вот этими анализами. Да, да, да. Даже ещё. Выставил трёхлитровую вот эту банку. Да, суточная. Ну, ну. Хорошо, что ты её вчера не увидела, не была вчера у меня дома, а ты как раз вот готовил. Недельный отчёт. Готовил это из любимого меню, ты готовил вот это, да? Прикольно. Так, у нас пошли эти шутки на туалетную тему, это нормально. Так, ну что ж, мои хорошие, тогда я уже чувствую, у меня жарко рядом с этим парнем становится, и пока он… Так, кондиционер включить. Да, включи, пожалуйста. Пожалуйста. Делай так, малыш, чтобы мне было бы комфортнее. Малыш, я сделаю. Вот, это вот мой творческий… Малыш, я сделаю. Ты бывший муж или нынешний будешь? Не, я уже снова нынешний. А, то есть мы сошлись с бывшим творческим… Ты меня бросила. Мы сошлись с бывшим творческим… Ты бросила меня, ты бросила меня, коня, да. Ты бросила меня, бросила коня. А, это стрелка, ты… Он бросил, что-то… Да, 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 ты бросила. Ой, это ты дуешь? А, это вот здесь? Ничего себе, сказал я себе. Всё, всё, подожди, пойду пиво с холодильника возьму, бля. Вот. Ну, правильно, правильно, берите, берите. Это как раз… Давайте, берите фисташки. Фисташки ещё захватить. Кстати, очень полезный этот самый, как его… Белок, нет? Вот, да, фисташки, короче, это полезно. Я помню, что-то там полезное было про фисташки. А хотите про орешки расскажу вам, маленький ликбез? Давай, расскажи про орешки. Мне кажется, про орешки это очень интересно, особенно в твоём эфире слушать орешковая тема. Да, орешки. А вы знали, что в миндальном орехе самый высокий процент кальция даже выше, чем в твороге всяком? Да? Да, в молочном. Это я… Это кроме шуток, не шутки. Миндальный орех обогащён кальцием. А грецкий орех способствует мозговой деятельности. И говорят, если много есть грецких орехов, домой придут греки. Да? Или это неправда? Ну, просто понимаешь, они скажут, ну, какого ляда. Какого ляда? У нас уже орехи кончились, а вот тут как бы едить. А ты заметил, что грецкий орех… Подорожал? Кстати, на память, да, хорошо влияет. Да. Я их просто не ем. А я ем. Я очень люблю. А ещё пекан. Мне очень нравятся орехи, да, очень просто. Пекан, да, вкусненький. Пекан, да, вкусненький. Вот. Мы сегодня ели кашу. Так. Это самое… Завтрак в обед. Ну, такое бывает в этой жизни. Завтрак в обед? Да, завтрак в обед. Завтрак в обед салой. Завтрак в обед салой. Завтрак в обед салой. Ради вас поднимаю. А, я всё ещё тоже пью. Ну, вы хоть отпишитесь, я переживаю, взяли вы пиво или нет. Катя, молодец, реакция супер. А вашего товарища аж… Что? Аж перекосили. Что поробышь? А реакция на что, интересно? Я тоже не знаю. В 4 утра. В 4 утра дома только орешки с кириешкой. Прикольно. Слушайте, ничего, у вас поздно так. Кстати, знаешь, бывают разные люди. Мне кажется, можно разделить на несколько категорий. Те, у которых в холодильнике постоянно забито. И типа не съедается. Знаешь, вот эти запасушки. А есть у кого в холодильнике мышь повесилась? Да, ты кто? Я тот, у которого забито. Да, я тоже, знаешь. У меня ещё даже закатки есть. Огурчиков дать с собой. Господи, я без маски. Огурчиков? Да, огурчиков. Ты про какие? К орешкам, которые идут. А, понятно. Спасибо, давай. Нет, ну здесь закатаны маринованные, вкусные. Это ты делал? Подожди банку, да. Нет, я, если честно... А ты ещё подумаешь, что пиздец. Ой, ветер. Я, если честно, запасаюсь из-за ребёнка. Так вот, если бы у меня не было ребёнка, то у меня был бы лысый человек. Дать тебе с собой. Ой, спасибо, мы как на передаче «Поле чудес». Только там дарят фен фирмы «Борка», а я тебе огурчику. Ва, нет, там это типа я, Никубович, а ты мне с огурцами пришёл такой. Вот, а ортик. Да, да, подарись. Спасибо, какая буква? Пожалуйста, буква «Х», наверное. Х, да, молодец. Сама сказала. Возьми, пожалуйста. Спасибо за подсказку. Очень красиво, Саш, кроме шоу. Ты, кстати, вот с этим уедешь. Клуб. Да, я там в открове, начнётся тусовка. Ну, а что, надо со своим, можно. Это пробковый сбор, огуречный оплатишь, и всё. Достала пивасик. Как вам фотку отправить? О, кидайте в личку. В личку кидайте. Да, кидайте в директ. Всё, оценим, лайкнем, посмотрим. И спасибо за активность и за вашу открытость, да? Потому что девочка так приятненько пишет. Вообще, очень приятненько, когда вы пишете, шутите. Так, мне просто интересно, где-то перекривлялись, типа? Ну, это, может быть, мы кривлялись, типа? А, ну да, да. Ну, в эфире меня может косоёбить, я же на втором плане, потому что самая красивая здесь Екатерина. Спасибо большое. Я признаю, я знаю свои недостатки. Самый талантливый Александр. Спрашивают, а продюсер женат? Да, вот моя продюсерская жена. Вот эти дети, да, у тебя кучат? Да, да, детей куча ещё. Ой, что у меня перекошивает. Так, значит, что у нас? Давайте ещё один вопросик, и мы побежим. Да, давай. На посошок с Сашей. А, так прям холодно этот... Уже холодно? Холодно, да. А то жарко, мне кажется, кидает. А ты случайно не... А, я случайно что? А, ты случайно не на берегу моря живёшь? Тут такой ветер, вода холодная сейчас, наверное. Ага. Я на берегу. Мы же где? Мы с тобой в Сачах. А. На первой береговой линии. Точно. Ну, всё. Тут чувствую, на гальке как будто сижу. Да, так я же вообще... Галина. Застрял. Я купался, ничего душ не успел принять. Главное, чтобы этот песочек не сыпался. Так вот я про это и намекаю. Вот. Кэт, ты секси. Ёбка, она знает. Слушай, очевидные вещи не надо говорить. Я тебе расскажу такую тайну. Ой, прям я скромна в этом плане. Ребят, это последнее сообщение. Сочтём за вопрос. Спасибо вам огромное за общение. А это что такое? Это что-то закончилось? Вау. Класс. Вкусно. Звинь, ну всё. Ты запиваешь, у тебя коктейль подходит под твои брючки. Это потрясающий ансамбль. Да, это брючный коктейль. Парень просто на стиле, на расслабоне. А я вас благодарю. Джиган у нас на расслабоне. Джиган и Самойлова. Да, ты Самойлова? Да. А, я твой Джиган. Слушай, я точно лысый же подхожу. Ты как там эти слова у них, не помнишь? Я ни одной песни Джигану не знаю, клянусь тебе. Просто не я их писал, поэтому не знаю. Ну ладно. Ладно, ребят, спасибо, что пришли. Всегда вас очень рада видеть. Эфир сохраняю. Пишите под эфиром, было прикольно или не прикольно. Вопросики, что хотите увидеть. К Саше вопросы тоже пишите. Я его ссылочку скину. Прям ему напрямую. Ты начинаешь раптинку сейчас или что? Я не понимаю. Да. Когда ты будешь брать дыхание. Ему напрямую можете про песни писать. У него, кстати, есть песни и панзаказ, и готовенькие демки иногда бывают, которые можно урвать вкусненько. Бывает, да, бывает. Всех целуем. Всем пиз, елкоман.